Жители и паломники, теперь уже паломники этого святого места, мы, извалением Божьим, сегодня стали участниками события исторического. Когда-то жители мир Ликийских обретали, прославляли мощи святителя Николая. И ради них Господь явил через святого Николая множество чудес и утешений, почему сегодня в город Бария устремляется множество людей. Господь являл мощи и других, и иных святых в свидетельстве Церкви. Сегодня мы, свидетели того, как Церковь утвердительно засвидетельствовала о том, что обретенные здесь, на кладбище, останки – это святые мощи святого человека. Вот как рождается святой? Когда родился святой священномученик Иоанн, как святой? Сегодня, в день, когда мы молимся у Его мощей, или 24 августа, когда Священный Синод принял это решение, или 24, 12 ноября прошлого года, когда были мощи обретены, или 17 июля 2002 года, когда Он был прославлен как святой. Нет, Он рождался в течение жизни. Он рождался тогда, когда переступал порог этого храма, когда Он благоговеенно готовился к службе, когда Он, находясь дома, сдерживал, может быть, какие-то свои человеческие чувства, воспитывая своих детей. Он рождался в течение всей своей жизни. Он хотел стать святым. Господь видел Его желание, Его стремление, и освящал Его от дня и за дня в день. Цветы рождаются не мгновенно, они растут. Растут, как растут деревья или цветы. Постепенно, невидимо, как в Евангелии говорится, что человек не видит того, как растут растения, как растут цветы, как возрастают плоды. Это слишком медленно для нашего хотящего быстроты взора, для нашего ума. Но они постепенно вырастают и прорастают в Небесной Царстве. Вот этот урок возрастания в святости – это урок для каждого из нас. Мы можем просто сказать, ну да, святое повезло, и все. А можем начать себя взращивать так, вот как хорошая хозяйка летом взращивает огород. И поливает, и ухаживает, и пропалывает. Наша душа требует того, чтобы мы пропалывали на исповеди от грехов, своим трудом, духовным трудом. Не давали прорасти в уме, в сердце, какому-то сурному помыслу, желанию, стремлению, чтобы мы поливали благодатной влагой Священного Писания, Евангелия, благодатью Таис, которую Церкви обретают. Тогда на душе, внутри, в нашем сердце, вырастает постепенно, прорастает святой. Я не сомневаюсь, что Господь вместе со священномучником Иоанном ввел в Небесное Царствие Его троих односельчан и спутников, которых мы сегодня поминали о упокоении. Я не сомневаюсь, что Господь за молитвы священномучеников принял их и многих других жителей Старопышминска, которые покоятся своими телами на кладбище здесь или в иных местах. Господь слышит, и Он хочет, но об этом всегда говорим, всякому человеку спастись. Я не знаю, и никто, наверное, из нас не знает, судьбы тех людей, которые убивали святого Иоанна и его спутников. А где они сейчас? А что в их душе проросло? Ненависть, ярость? А может быть, через покаяние Господь их спас? Господь каждого человека желает спасти и нас с вами сегодня. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы, взирая на раку с мощами священномученика, мы помышляли о себе. Расту ли я? Растет ли во мне вот это драгоценное семя благовестия? Эта благодатная жизнь прорастает ли в моем сердце? Сегодняшнее Евангелие именно об этом. О том, что юноша некий хотел спастись, и он спрашивал Господа, что ему сделать, чтобы возыметь, получить вечную жизнь. Внимательно сегодня перечитайте эти слова, старайтесь сделать, исполнить то, о чем, исполнить те заповеди, которые Иисус Христос этому юноше назвал. Это поможет нам с вами сегодняшний, завтрашний, в ближайшие дни прожить, чтобы не погубить в себе вот этот растущий цветок небесного царства. поселок Старопашминск и вся Березовская округа обрела сокровища. У нас в нашей епархии есть совсем немного мест, где обретаются святые мощи. Мощи святого праведного Семена Верхотурского обогатили город Верхотурья. Кстати, Верхотурья и выросла во многом, как город, уже когда дороги и тракты и какие-то потоки товаров стали идти мимо Верхотурья, этот город утверждался только потому, что туда притекали паломники поклониться святому праведному Семену Верхотурскому и оставались там жить. И подвязались около святых мощей село Меркушино, где некогда подвязался святой Семен Верхотурский. Оно обрело тоже сокровища. Также в 18-м году был убит, расстрелян священник Константин, священномученик Константин Верхушинский. И там обретаются ему святые мощи. И их мы сегодня вкладываем. Они сегодня покоятся на каждом престоле, где освящался этот престол в последние десятилетия. В Антиминск вкладываются его святые мощи. А святые мощи преподобного Василиска Сибирского покоятся в Екатеринбурге. И здесь у вас теперь обретаются несомненные церковью засвидетельствованные мощи святого священного мощника Иоанна. Храните, живите. Знаете, бывает, когда в доме какая-то святыня обретается, то люди стараются в этом доме как-то особо свято жить. Вот у вас в поселке обретается великое святое. Святой почивает здесь мощами. Живите свято. Пусть поселок утверждается. Город Березовский подвязает своему господействию. Особенно перезавчане совершают паломничество. В воскресные дни отец Кирилл подумают, организуют, как это сделать, чтобы каждый житель Березовского града знал о том, что есть святой у них рядышком и приходил сюда ему поклониться. Храм Сретения Господня теперь больше праздников стало. Теперь вы будете почитать, я очень надеюсь и прошу вас свято помнить и чтить День обретения мощей 24 августа как День прославления Святых Мощей. Ну, конечно, 12 августа День памяти, День убиения священного мученика Константина. Он совпадает с Днем памяти святого мученика Иоанна Воина, которого сугубо почитают Березовским. Я думаю, что вы не поссоритесь и 12 августа мы будем молиться Березовским, а 24 августа, спустя 12 дней, будем всегда прославлять святого священного мученика здесь. Я желаю всем нам из этого подчеркнуть пользу и прожить так, чтобы не помешать Господу всех нас помиловать и спасти, потому что Он благ и человек добиться. Отца Антония поздравляем с недавно встреченным вами юбилеем. Кто-то говорит, его не отмечают, а мы скажем, что 40 лет это библейская дата, 40 лет Израиль шествовал по пустыне и пошел в землю обитованную. Вы входите теперь в новый возраст. Я желаю, отец Антоний, чтобы вы созревали и ваша семья, и ваши прихожане для Небесного Царства, чтобы Господь призвал вас, а вы сказали, вот Господи, я и чадо мои. Сегодня по благословению отца Антония передадим вам вот эти замечательные брошюры с житием священномученика Иоанна, его иконочку, примите в благословение и подражайте ему в благочесть. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Слава тебе Боже.